Здравствуйте! Мы сегодня нашу программу начинаем в парке Миниатюр Бахчисарай. Вот с такими поросятками. Потому что 19-й год, год свиньи. И всех нас с вами ждет много хорошего в этом году, потому что свиньи очень замечательные, любопытные животные. Но мы пошли в вольер к малышам, которые мерили костюмчики и обживали свое новое жилище, куда для тепла принесли тюки с соломой. Вот одного уже одели, я так понимаю, во второго уже такой костюм. Какие они? Как их можно охарактеризовать? Настоящая свинья. Если она накормленная, сытая, то идет в себя великолепно. Похрюкивает вот так, да? Да, вот так похрюкивает. И делают вид, что им все нравится. Интересно тем, что очень чистоплотные животные, как всегда в одно и то же место, поэтому даже в квартире можно спокойно содержать. Они облюбуют себе отдельное местечко и будут туда ходить. Характеры у поросят оказались разные. Кто-то спокойно перенес примерку одежки и похрюкивал в ответ. А кто-то визжал и не хотел, и сопротивлялся, и не желал идти на ручки. Откуда тогда появилось такое утверждение, что свинья грязная? Не готов сказать. Вот у нас они очень чистоплотные. Да, когда есть грязюка, они летом очень любят найти себе лужу, сделать там грязь, и в ней изваляться, чтобы их мухи не кусали. Но это только в летний период, а зимой они очень чистоплотные животные. Веслобрюхи и свинки популярны не только в зоопарках, но и дома. Их держат как домашних любимцев. Поросят оказались умными животинками. Вот, например, бутылочку с молоком освоили быстро. Вот что называется молочные поросята. Очень любят молочко. А кроме молока что-то еще даете? Нет, на самом деле они очень любят кашу. Все, наелся, отпускаем его. Очень любят и кашу, и всякие овощи. Все грызут с удовольствием. Но молоко, как по инстинктам материнским, мы добавляем. Они думают, что мы их не мама. И гораздо добрее начинают к нам относиться. Компания свиней в зоопарке огромная. Земля в вольере вскопана от души. В коллекции есть и дикие кабаны. Вепри прижились и окончательно одомашнились. И ведут себя, как обычные свиньи. Выпрашивают и угощаются вкусняшками. Вот этому кабану у нас уже 4 года. Вот его девочки. У него на самом деле 3 девочки. Сейчас мы видим только двоих. А одна сейчас сидит в родительной камере. Мы вам чуть попозже ее покажем. У нее родилось сразу 9 малышей. А вот у этой девочки родилось всего лишь 7. Им уже целый месяц. И они, в принципе, готовы к самостоятельной жизни. Кабанам явно нравится жить в парке. Они спокойные и уверенные. Это дикий кабан. В лесу он, конечно, агрессивный. Но наш-то получает полный рацион питания. Поэтому, в принципе, он всегда наеденный. Мы, конечно, заглянули в вольер, где совсем недавно у дикой свинки появились малыши. 9 крошечных поросят уже бегают и готовятся к выходу в мир. Увидел елку и застыл от красоты. А может, подумал, сейчас ее валить или потом? Обманули. Где шары? Где шишки? С Новым Годом, человеки! Мы вас поздравляем! Перевожу с собачьего. И желаем, чтобы вы нас любили сильно-сильно, как мы вас. В рубрике «Фотоконкурс» участвует друг нашей программы Лина Коваленко со своими золотистыми ретриверами. «Фотоконкурс» участвуйте! Присылайте свои фотографии с любимыми питомцами на мою страницу в Фейсбук. Заводить поросенка в год свиньи, конечно, не каждый может. А вот морскую свинку легко. Мы сегодня в гостях у Альберта и его хозяйки Марины Патриной. По глазам Марины я сразу поняла, Альберта она обожает. Это не мой выбор, это мой подарок. Мне его подарили на 8 марта. В итоге это оказалась девочка, но зовут ее по-прежнему Альберт. Потому что мне кажется, что Альбертина кому нравится. Но мне нравится Альберт и, собственно говоря, такой вот зверек. Для меня это бесполое создание, просто приносящее радости и наслаждение от взаимодействия с ним. Вот ты первый раз его увидела. Что почувствовала? Я думаю, ты никогда не общалась с морской свинкой. Да, я их видела только в клетке по телевизору, и мне его принесли на ладошки. Он помещался вот в моей ладошке. Маленький, да? Да, торчал только нос у Альберта. И такое робкое, хрупкое создание вызывало только положительные эмоции, какую-то нежность. И у меня вот с самого первого начала знакомства вот было именно такое, и до сих пор это чувство только крепнет. Альберт иногда, когда Марина уезжает, гостит в редакции новостей, наблюдает за работой коллег своей хозяйки. Он контактный и любит, когда его берут в руки из клетки или разрешает погулять по столам. Альберт, вот этот маленький пушистый зверек, этот маленький морской поросенок, он вызывает во мне настолько нежные чувства. Я знаю, что он меня ждет. Я сижу на работе, я понимаю, что он там сидит в своей клетке, что я вот прихожу к нему. И еще открываю дверь, вот только зашуршало в коридоре, он уже начинает пищать, слышит, что я пришла. Я, естественно, только разуваюсь, и быстрее Альбертик, мой Альберт, включаю ему свет, включаю звук, чтобы он понимал, что жизнь зашла. И вот мы с ним вместе, собственно говоря, я его выпускаю, начинаю двигать. И я понимаю, что меня кто-то ждет, и я к кому-то иду. Ну, понятно, что это как бы такая у нас любовь между морской свинкой и человеком, но это очень искренняя и очень такая нежная, теплая дружба, скажем так, между двумя живыми существами. Удивительно, но этот маленький зверек и вправду умеет дружить с человеком, доказано давным-давно. Морские свинки, кстати, к морю не имеют никакого отношения, как и к свиньям. И одомашнены были очень давно, в древности, инками. Свинки были одомашнены аж в пятом тысячелетии до нашей эры. Люди пленей Мачика поклонялись свинкам и изображали их на предметах искусства. Остальные племена употребляли в пищу и приносили в жертву в ритуальных целях. Морской животное назвали в Европе, ведь привезли издалека, из-за моря, а свинка потому, что нежно хрюкает. Морские свинки любят овощи и фрукты. Альберт предпочитает огурцы. Огурец размером с Альберта. Через два часа этого огурца не будет. Это любовь в одну сторону. Может съесть такой огурец легко. Марина, а что еще, кроме огурца? Сладкие яблоки, ему очень нравится морковь, ему очень нравится все, что жесткое. Но вот огурцы – это вне конкуренции. Он его обнимает, он его целует, прежде чем съесть. То есть можно сделать вывод, что огурцы полезны? Огурцы очень полезны, да. И очень вкусны. Ну вот такая вот у нас забава. Наблюдать за Альбертом, держать в руках, было приятно, не скрою. Он быстро сообразил, что мы его не обидим, поэтому был доверчив. Морские свинки не зря становятся популярными. Дружелюбие подкупает. Тибетский мастиф. Древнейшая порода собак. Эти могущественные и умные псы всегда, во все века охраняли монастыри. Их и сейчас можно встретить у подножья Гималаев. Живут до 10 лет. Преданы семье, уживаются с сородичами. Обязательно расчесывать шерсть раз в три дня и мыть собаку один раз в месяц. Тибетский мастиф неплохо себя чувствует в городских условиях. Мастифу лучше жить не в квартире. Мастиф могущественный и гордый охранник. Подходит ранняя социализация и воспитание с детства. Прогулки и физическая нагрузка обязательны. Без неспешного гуляния и упражнений собака впадает в депрессию. Цена щенков тибетского мастифа от 20 тысяч до 80 в зависимости от родословной и региона России. Был ли у вас в жизни верный друг, который бы любил вас просто так, за то, что вы у него есть, и разделял с вами и горе, и радость? Я, конечно, о собаках. О них, о самых преданных, которые всегда почувствуют и поймут твое настроение. Все сделают, чтобы ты улыбнулся и забыл о неприятностях и тревогах. Заканчивается год, символом которого по восточному календарю была собака. Но не забывайте любить их, приносящих нам столько радости и счастья. Они заботятся о нас, они нас охраняют и защищают. Зачем нужна собака? Такой вопрос могут задать только те, которые не знают, что такое дружба с собакой, у кого никогда не было своего пса. Собаки нужны всем, и взрослым, и детям. Их положительное влияние на наше здоровье уже доказано. Они самые нужные нам спутники жизни. Человек может предать. Собака никогда. В нашей рубрике «Фильм-фильм» мы вам предлагаем посмотреть знаменитый фильм «Бэйб. Четвероногий малыш». История поросенка, воспитанного овчаркой, не только удивит вас, но и заставит посмотреть на поросят по-другому. Они способны дружить и выполнять работу, требующую сообразительности. Фильм «Бэйб» стал самым кассовым фильмом в мире. За этим успехом стоял огромный труд съемочной группы. Ведь чтобы все получилось, в студии, сменяя друг друга, работали 50 ершерских поросят. А еще программисты и мультипликаторы создали анимационный двойник главного героя. И почти у каждого из тысячи животных, занятых в фильме, был свой дрессировщик. «Бэйб» стал первой картиной с животными, которая завоевала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. У каждого существа своя судьба, каждое животное на своем месте, а место свиньи под старой телегой, а не в клеву. И уж никак не в доме, это понятно? Да, сэр. А что касается компании, которую ты водишь, ты еще молод и не умеешь различать друзей и врагов. Я тебе помогу. Я запрещаю тебе разговаривать и кшаться с этим ученком. А что такое якшаться? Это значит, юноша, что ты не должен и близко подходить к этому ученку. А когда объявится беглый ученок, передайте ему следующее. Раз ты утка, так и веди себя как утка. И никаких больше петушиных криков. Нужно смириться с тем, кто ты есть, и путь это благодарным. Субтитры подогнал «Симон»!